Искусственный интеллект, 5G по всему Казахстану и проактивные госуслуги. Сегодня в столице, выступая на форуме Digital Bridge, президент напомнил всему Кабмину, чего он ждет от министров и когда наша страна должна стать IT-державой. Своим видением на этот счет поделились эксперты и глава профильного ведомства Багдад Мусин. Чего ожидать казахстанцам в ближайшем будущем, расскажет корреспондент столичного бюро Азиза Исабай. Здесь рождаются идеи, которые переписывают код современности. Это девиз двухдневного форума Digital Bridge, который сегодня стартовал в столице. В нынешнем году в Астану прибыли больше 20 тысяч участников, представители 300 IT-компаний из 30 стран со всего мира. Как сегодня подчеркнул глава нашего государства, за последние 5 лет Digital Bridge стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии. И вот, выступая за трибуны перед предприимчивыми стартаперами, основателями и топ-менеджерами технологических гигантов, президент Казахстана говорит о том, как важно внедрять искусственный интеллект в такие отрасли экономики, как нефтегазовый сектор, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Однако, Тукоев подчеркнул, что применять сверхразум в повседневную жизнь страны нужно, не нарушая права граждан. Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан. Требуется исключить любые риски утечки персональных данных. Кроме того, уже в следующем году предстоит запустить национальную платформу искусственного интеллекта. Она должна объединить данные государства и крупного бизнеса, обеспечить их актуальность и доступность. Но чтобы все это было реализовано и реализовано так, как надо, глава государства поручил правительству в течение двух лет построить дата-центры, которые будут обеспечивать работу искусственного интеллекта. При этом, чтобы Казахстан действительно стал IT-державой, как ранее в своем послании народу заявлял Тукаев, сегодня президент потребовал ускорить процесс внедрения 5G-технологий. Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовые связи нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться, причем серьезно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно, до конца 2025 года. При этом сжатые сроки не должны отразиться на качестве интернета, особенно для жителей отдаленных районов. Однако эксперты не уверены, что наше правительство действительно сможет это сделать. Ведь о высокоскоростном интернете Кабмин и операторы сотовой связи говорят еще с 2016 года. Главная панельная сессия сегодняшнего мероприятия прошла под лозунгом «Казахстан – IT-страна». Эксперты и лидеры отрасли обсуждали развитие информационных технологий в Казахстане и определяли цифровое будущее страны. Выступая с той же трибуны, на которой за несколько часов до этого стоял президент, глава профильного ведомства говорил о том, какая она, на его взгляд, IT-держава. Для меня это две составляющие. Первое – это как сделать государство действительно цифровым, чтобы все сервисы и все государственные услуги предоставлялись не просто в онлайне, а проактивно. Второе направление, по которому мы работаем и только-только начинаем продвигаться вперед – это, конечно же, устойчивая IT-индустрия. Однако заниматься устойчивой IT-индустрией будут совсем не те, кто должен, говорят эксперты. По их словам, в профильном ведомстве не до конца понимают, что такое IT-держава и кого нужно привлекать для ее создания. Почему-то на принципиальные важные сессии не зовут представителей тех, кто непосредственно участвует в этом процессе, кроме, допустим, банкиров. Представляете, кто у нас будет IT-страну реализовывать? То есть, по сути, никого из тех, кто действительно принимает участие в развитии IT-отрасли, бизнеса, еще кто-то. Задача поставлена и миссия должна быть выполнена. Поэтому, понимая, что для становления IT-державы в Казахстане недостаточно специалистов, то Каев сегодня еще раз подчеркнул, что нужно пересмотреть подготовку кадров в высших учебных заведениях страны, напомнив о том, что в своем послании он потребовал привлечь к этому не меньше трех известных зарубежных университетов. Ведь, возможно, уже совсем скоро машина превзойдет разум человека.